Обычно картины художников и работы мастеров прикладного творчества показывают в галереях и выставочных залах. Ученики и педагоги архитектурного отделения ДШИ решили совместить прикладное и исполнительское искусство. Исплели воедино музыку, хореографию и объемные композиции. Результат такого творческого эксперимента можно будет увидеть на большой сцене. Наши работы, они немножко другого характера. Мы делаем какие-то вещи по своим эскизам и выполняем их в материале. Цель такая, чтобы эти работы ожили. До отчетного выступления осталось совсем немного. Юные архитекторы и дизайнеры доделывают свои работы, подклеивают детали, наносят последние штрихи. На архитектурно-художественном отделении они учатся разрабатывать эскизы, подбирать цвета и воплощать свои идеи в различных материалах. Ученица детской школы искусств Ксения Чапанова мечтает стать модельером. Работу на старт парада она готовила в несколько этапов. Сначала нарисовала эскиз, потом придумала цветовую гамму и потом из бумаги создавала уже макет. Отчетный концерт архитектурного отделения посвятили году театра. Вдохновившись темой, Ксения решила сделать из бумаги венецианские маски и выступить с ними на сцене. Перемещаешься в ту эпоху, в которой ты создаешь маску. Это очень круто. Каждая объемная работа, будь то маска или ажурный зонт, рождаются на бумаге. Юные художники сначала рисуют свои идеи, которые впоследствии становятся пространственными композициями. За годы обучения им предстоит постичь азы архитектурного проектирования. Они учатся проектному творчеству. Также у нас есть и рисунок, живопись, и изобразительная грамотность, черчение. Они осваивают компьютерную графику. Старт парад работ учеников архитектурно-художественного отделения пройдет 22 мая на сцене Дома молодежи. Начало в 6 вечера. Дарья Цепорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.